Привет, мои дорогие! Это видео для тех, кто уже на моем марафоне одну или две недели находится и успешно снижает вес. Вот именно для вас это видео. Ну и, конечно, видео это для тех, кто еще пока думает. А я вас призываю переходить, прям не думать, а приходить и пробовать недельный кето-марафон. Не бояться слова кето. Итак, пробовать снижать благополучно вес. Мои девочки снижают за неделю от 2 до 4 кг. И это их радует, и меня это очень тоже радует. Пробуйте обязательно, потому что это просто очень вкусно, это здорово. И помимо всего еще это здоровое питание. Некоторые ошибочно думают, что кето это потребление огромного количества жира. Я с этим не согласна. Кето это умеренное потребление углеводов. И причем углеводов тех, которые особенно полезны. Это зелень, это овощи, то есть это здоровое питание. Большое количество овощей, умеренное количество белка и полезные жиры. Вот что такое кето. Во всяком случае для меня. Посмотрите мои тарелочки. Для меня само это было открытие, потому что ни на одном питании я не могла сбросить такое количество лишних килограмм. Потому что за 3 месяца я сбросила более 12 килограмм. Сейчас мой вес 57 килограмм. И пока я на удержании веса. А в дальнейшем планирую еще сбросить парочку килограмм. 55, ну вот так что-то мне хочется весить 55 килограмм. Сейчас на канале одна неделя, которую надо повторить еще один раз. А можно еще один раз. То есть 2 недели или 3 недели просидеть вот на том питании, которое есть сейчас на ютубе. Плейлист кето-марафон. Девчонки, не думайте и не бойтесь. Переходите и попробуйте неделю так покушать. И я вам гарантирую. Во-первых, вам понравится рацион. Вы увидите, что килограммы очень хорошо уходят. У вас не будет голода. У вас не будет тяги к сладкому. То есть это очень и очень хорошо. Адаптация проходит у здорового нормального человека где-то 3 дня и все. Остальное время вы уже не хотите есть. Вот понимаете, потому что подкожные жиры это питание нашего организма. Почему я говорю, что большое количество жиров, когда вы видите, что показывают, что на кето едят очень много жира. Это не нужно. Именно углеводы вот на что надо делать. Акцент, а жир, ну жир, извините, он у нас находится под кожей, да. И нам именно его надо в первую очередь тратить будет. Так что не бойтесь, переходите, пробуйте и худейте. А для девочек, которые уже прошли 2 недели или кто-то может 3 недели пройдет. Я подготовила еще неделю. Неделю очень интересную и вкусную. И сейчас хочу немножечко сделать такую вот информацию им дать. Потому что первая неделя мы шли прям каждый день, ну питались, да. Вот первый день, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, да. Все, седьмой день у нас разгружечный перед взвешиванием. Там вообще один раз мы кушаем и взвешиваемся. На этой неделе есть десерты, есть выпечка, есть творог, да. Мы запеканку великолепную, очень вкусную, творожную с вами будем готовить. Я сняла вам просто для примера очень разнообразное меню. И как же вам поступать теперь? У вас есть базовые недели, которые вы сейчас пользуетесь. И у вас потихонечку будут каждый день прибавляться новые дни, примеры питания, да. Так вот, вы из этих двух недель делаете, это как конструктор, делаете микс. Выбирайте любое. У нас приблизительно с вами где-то 500-600 калорий за прием пищи, да. Так что тут бояться нечего. Единственное, я бы оставила первые приемы, второй все-таки разные, потому что они действительно разные, да. И если вы хотите на этой неделе, ну а в принципе нужно попробовать и вкусненькое, да, позволить себе, например, запеканку творожную или десерт, то вы выбираете всего два дня. В неделю у вас не более двух дней должно быть таких, значит, творог один день. И, например, на выходные вы приготовите себе десертик. Почему так? Потому что вот вторая неделя, которую я вам показываю, она уже ближе к низкоуглеводному питанию. И там во всей выпечке, в пороге и тем более в десертах все равно присутствует достаточно большое для кето углеводов количество. Вот. И это будет тормозить ваш вес. То есть в этот день вы покушали, он даже может не уйти, может уйти. И все по-разному организм реагирует, потому что тот же творог, он может у одних людей задерживать воду в организме, а у других нет. Поэтому все тут будет индивидуально. Вы это посмотрите и отрегулируете для себя, когда же сколько принимать. Если на вас не будет отразаться, то вам можно, например, чаще выпечку делать из творога или сладенькое что-то, да. Тут уже сами посмотрите. Бояться задержки не надо, ну, как вот, совсем жить без сладости, без того же хлеба, да, ну, это скучно. Поэтому, конечно, пробуйте, включайте в рацион эту неделю, да, миксуйте. Еще раз скажу, вторые приемы вы можете оставлять как есть, а вот первые приемы вы смотрите, будете вы сегодня, например, вафли там в турецком стиле делать, или вы будете творожную запеканку, или сегодня вы оставите традиционный первый прием, это яйцо какое-нибудь с овощами. Самый правильный, конечно, прием пищи на таком питании, и это яичница в любом, омлет, яичница в любом виде, и много-много овощей, ну, и, например, сыр или авокадо. Вот это самый первый прием правильный, но всегда хочется чего-то вкусненького, поэтому для вас я и приготовила это меню, там запеканка творожная, там кекс будет ягодный, очень вкусный, рекомендую прям обязательно его приготовить. Вафли будут очень вкусные, у кого вафельницы нет, можно оладушками сделать, да, будет очень вкусный десерт шоколадный. В общем, смотрите, готовьте, худейте вкусно, и будьте здоровы. А всем, кто еще думает, еще раз говорю, не думайте, а прям сразу переходите в плейлист Keto Marathon и попробуйте всего одну неделю, и вы увидите, как у вас хорошо уходит вес, как вам это понравится, вы не будете чувствовать голода, и это, по-моему, кайф. Девочки, будьте красивыми, будьте стройными к этому лету и худейте вместе со мной на моем канале. С вами была Ирина Воскресенская, сейчас выйдет первое видео со второй недели, и мы там будем готовить с вами великолепную, вкусную творожную запеканку. Всем пока-пока и до скорой встречи, до новых видео!